здравствуйте глубоко уважаемые любители летных видов спорта мы опять в небе и мы сейчас над заповедником верхор на разрешенной высоте здесь можно летать выше 300 метров над рельефом сейчас смотрите у нас значительно больше чем 300 метров поэтому никаких проблем все абсолютно в рамках не нарушение воздушного пространства так и теперь я хочу вам сделать маленькую экспедицию позорить по заповеднику верхор потому что это очень красиво и это видео будет безмонтажным то есть как она сейчас все будет так и будет я планирую облететь заповедник вокруг прийти в эту же точку и встать набор в том же месте где я сейчас набираю такой полный цикл ну не знаю буду ли снимать как я набираю до тромки это достаточно долго я думаю что вам интересней как говорится самый гигей но пока мы начинаем это таки гей закрыл окна минус и вот так мы инспектирование разгоняемся до скорости 200 километров час и пока мы двигаемся скале кошачий зуб который вы сейчас увидите сейчас первая остановка нашей экскурсии это стала кошачий зуб сожалению она сейчас прямо по курсу вам не видно она видна в заднюю камеру я надеюсь что она снимает сам заповедник очень красивый здесь надо как-то можно ходить гулять и так далее и для планеристов он очень дружественный тем что разрешенная высота 300 метров поэтому лично я очень уважаю этот заповеднике не стараюсь никогда не летать ниже потому что есть заповедник экран заповедник мерконтор там 1000 метров над рельефом поэтому здесь у нас прям вот видите мы летаем вообще никак не нарушая воздушное пространство несмотря то что мы достаточно низко 2 300 но над землей чтобы понимали сейчас достаточно высоко чтобы чувствовать себя хорошо итак мы вышли прошли уже платы сейчас выходим в зону где моя моя идея какая сейчас впереди плата скала кошачий зуб я сейчас попытаюсь под облаками немножечко дельфинчиком пройти сейчас я снижаю скорость сожалению это увеличивает длительность видео эту форточку закрыл для форточка закрыта хорошо увеличивать длительность видео но зато мы реально красиво пройдем над кошачьим зубом и можно показать вам гренобыль вот там на горизонте у меня поднимает немножечко хорошо эта вся энергия нам нужна на горизонте вон он виден гренобыль до него недалеко бы много раз в него летали такая достаточно стандартная экспедиция видите я нахожусь сейчас вот в этой точке сама сам кошачий зуб заповедник но вы видите что он высокий окружен как он так правильно так сказать ну то есть под ним у него края обрывистые высота там порядка 200 метров и мы пойдем на его дальнюю часть выскочим за пределы заповедника пройдем на на уровне вершины я там до 200 разгонюсь и после этого по краю заповедника пойдем обойдем весь заповедник и еще раз выйдем на западную стенку и там наберем высоту вот такой план экскурсия она где-то минут на десять я надеюсь если ничего не случится какого-нибудь нехорошего перед тем как я начну разгоняться вот вам еще вид на вот это вот гряда она идет как раз до гренобля по ней очень удобно летать на парапланах про планилисты и очень любят ну что ж а мы начинаем алигей видите высота здесь достаточно большая поэтому я не нарушая сбоку покажу у меня на скалы кошачий зуб вот вам скала как она выглядит и двигаюсь вот туда на краях нашего заповедника с правой стороны как раз это узкое место плата по которому мы пересекли соответственно верфор вот как мы на картинке выглядим видите мы уже вне зоны и нам нужно сейчас перебраться на вот ту стенку это будет весело не знаю как мне удастся или нет что мой план такой считайте что это почти прямой пир мало того я пишу на тот же айфон так я сейчас смотрю что так если таким курсом пойду как раз я по самому краю что заповедника и приду вот видите соответственно я сейчас разгонюсь и вот здесь по елочкам перейти по курсу вам пролечусь очень красиво постараюсь по крайней мере нигде по самому по самому краю мы летим но зато мы можем лететь ниже чем 300 метров это очень красиво сейчас будет я смотрю на карту я ничего не нарушаю тоже не хочется обижать наших коллег и карта у меня желтым вот мы выскочили теперь вот здесь я уже могу прижаться вправо подворачиваю и проскочить по елкам опять же карта вот здесь можно по елочкам пронестись по самому краешку по елочкам по елочкам по елочкам по елочкам вот вам какая красота по самому краешку отворачиваю здесь вот ну вот так и летим друзья вот наверное стоит красоту вам показать слева вот она какая красота внизу вот вот в этот городочек который внизу можно приехать посмотреть как там красиво потом есть очень красивый городочек на плату он расположен а здесь сбоку я сейчас обхожу вот это тоже заповедник мы тоже здесь не можем летать поэтому я плита его боку вот смотрите какие красивые елочки какие красивые домики видите у меня внизу вот высоты до достаточно водного так выглядит поэтому чтобы просто никто не говорил что волка тут хулиганец нарушает воздушное пространство он то есть какие внизу вот эта деревенька очень красивая если вы здесь будете категорически рекомендую посещению но очень красиво все в дорожках все всевозможных трубках вот эти скалы куда вот крыло правое показывает очень живописные вот туда забраться у нас поток откуда не возьмись взялся давайте крутим разочек что ли ухты шьёк такой сильный я на него не рассчитывал мне не нужен потому что я хотел вам показать набор там с низов ну ладно потрачу высоту сожгу в топке скорости так пока по крайней мере панорамочку он это вот скручу и гиги оп ты поток в общем то так себя хотя облака которая нас тянет вот она по поток принципе не так я еще не хватит мне больше надо то ролик затянется эти друзья на какие жертвы приходится идти пилоту чтобы даже потоки не брать приходится вот идем по краю здесь мы прыгать не можем здесь как раз тоже через все две хребет который вы сейчас наблюдаете это точно тоже заповедник вот он смотрите вот поэтому я его обхожу сбоку дабы не нарушать но зато как красиво здесь и когда его обойду я могу по правому краю наветренного по всем скалам промчаться и вот это будет и гигей сейчас друзья начнется полный гигей потому что это не знаю будет работать склон или нет но по моим расчетам должен работать ветер не на него ветер с правой стороны со стороны крыла то есть я сейчас не в ротор но судя по облачности склон достаточно практически был прогрет в общем то наверное работает вот и мы идем сейчас я увеличу вот мы идем по самому краешку пещерки всякие очень красиво сейчас будет опять же все это на скорости достаточно высокой я не хочу здесь высоту набирать я знаю что дальше будет сильнее поэтому вам хотя можно и повыше там домик очень красивый наверху смотрите видите крыло показывает домик рядом значит с ним озеро такое пруд которым будут берут воду я даже не знаю как туда затащили все для озера потому что все очень обручь на этом вот так далее у нас нашей программе пещеры по правому борту все у нас интенсивная друзья смотрите вообще трясти будет трясти меня будет друзья вот они пещерки такой бы залезть и посидеть посидеть капельку было бы как весело ну и начинать его елочки участка елочка по елочкам нас будет вытаскивать вверх по самому краешку мы идем вот ты какая пещера внизу сейчас я нырнул вниз о вот так вот ах ты шьё втащит вверх сильный поток вот так вот друзья вытаскивает меня я вам вот это все внизу хотел снять но не могу слишком высокой скорость ну давайте хотя бы сниму вам одинокую скалу сейчас я камеру вперёд передвину вот видите скала торчит которая практически прилеплена прилеплена вверху вот она я сейчас делаю разворот про 180 градусов как раз на его с другого ракурса лучше увидите вполне сейчас немножечко пройду вперед ну как мы идем видите идем рядом со скалами вот она скала сейчас хорошо видно видно что она отделена да отсюда не очень-то видно ну ладно значит будем повторять час я все-таки обязательно покажу в эту скалу делаю крен побольше может на крене побольше будет там получше оп ладно я сейчас отойду от склона чуть снижусь тем самым заодно вы посмотрите на весь этот склон более таким красивым взором вот и вот эту красоту видно с города ти где мы покупаем шампанское у нас была экспедиция в городе смогу я эту скалу показать вам смотрите вот она вот и видно что она отделена вот она сейчас таким ракурсом вот видите какая красивая скала все вот этой оптимистичной ноте я продолжаю дальше движения по рельефу вот как выглядит картинка на навигаторе я иду параллельно вне зоны зафиксирую вот так трясет ужасно но безмонтажное видео что вы хотели настоящая от души с огоньком оп и видите как меня здесь энергично поднимает какая-то пташка нам показывает где нет потока потому что крыльями не машут но и не набирает по прямой все вот то же самое место с которой вам начинал экспедицию видите только мы здесь немножко как круто оп смотрите как это красиво фантастика и посмотрите какой ювелир друзья вот как это выглядит на экране то есть я не попадающим заповедник эти как красиво скручена на самом краешку заповедника ну и дальше скучный набор высоты я сейчас должен отцентрировать этот поток потому что у меня сейчас то плюс то минус я больше вращаюсь для того чтобы еще немножечко получили вот этот взгляд на всю эту красотищу ну хотите могу промчаться в обратную сторону еще разочек ай заодно покажу домик то что смысл если я сейчас набирать буду наверно смысла никакого а вот пролететься еще раз уже повыше это наверное будет красиво без фанатизма теперь соответственно не жмуся к столам этим прохожу просто красиво сделаю вам победную спираль над домиком я как я называю этот домик живущий в конце цивилизация потому что это знаете в таком домике жить на вершине этого склона наблюдая закаты потрясающей красоты кстати закаты потрясающей красоты можно наблюдать вот он город тип который мы ездили есть там на ролик на канале экспедиция за шапанским нелетный день провансе вот туда мы ездили из этого города на чем он примечательным тем что смотрите видите здесь такой хитрый рукав воздух сюда затекает ну как бы подогретый после вот этих хребтов этот город не сильно терзает мистролем еще чего-то здесь куча нюансов аэрологических то есть он бить и долина рона справа расположена по ней течет очень сильный ветер и по левую руку долина которая идет из гренобля тоже течет по не очень сильный ветер а в городе ди получается микроклимат который позволяет выращивать виноград который имеет достаточно там приличное содержание сахара еще что там в общем из него делают но если бы это было в шампании было бы шампанское а так это называется там клэр доди очень вкусная штука категорически рекомендую вот мы идем параллельно эти вот границы заповедника двигаемся параллельно не нарушая ничего внизу мы были скажем так ближе к склону просто потому что склон все-таки под каким-то углом идет и естественно что мы были ближе к рельефу вот эти еще пещерки прекрасные да я сам шокер такого вида как-то раз питались каждый раз пребываю в восторге и удовольствие вот этот затерянный мир смотрите видите красиво ну я сейчас облечу вот этот вот выступ с другой стороны потому что отсюда видите до домика далеко поэтому мне хочется вам показать его во всей красе я облечу вот этот выступ заповедника и подойду с другой стороны стенки по ветру вроде как не должно меня заживать но если заживет я до достаточной высоте повторю маневр обойду еще раз этот мысли призму скрипту наберу то есть как вы видите да у планера достаточно большая свобода летать так как ему нравится да и мы эту свободу активно используем так вот я на краю уже выполняю вираж вот конец скрипта как это все красиво и с другой стороны друзья будет намного красивее сам рельеф вы сейчас увидите такие скалы как бы чуть отделенные от основной группы прям потрясающий будет вид смотрите вот как это выглядит ну и скалы видите ответственные поэтому я могу поближе к ним подойти соответственно поближе подойти к домику минуса у меня жуткие минус 5 метров в секунду ничего не сделать для двух уважаемых любителей лёдных видов спорта ну где тут домик вот он смотрите на краю земли вот эти в таком месте жить за просто фантастика так ну раз пошла такая пьянка режь последний огурец давайте я вас вожу еще красным скалом в глубину тоже я практически здесь не тогда не был как низко знаю что выберусь поэтому могу себе позволить залететь и суда а вот какая скала красивая вот вот вам вся панорама ю ю ю ю ю вот низковатенько конечно стенка вот эта действительно ну понятно что если одна стенка работает а другая не работает поэтому просыпался я будь здоров но зато я могу вам показать вот эту стеночку мы сюда прилетаем иногда когда осень когда все вот эти вот деревья на верхушках вот этих скал они подергиваются таким желтеньким красненьким совершенно потрясающе смотрится просто реальный восторг тоже идем по самому краешку вот то что мы летим сейчас мы не в заповеднике мы в таком мешке вот вам еще потрясающий вид вот вам еще какой-то высокогорный домик а я сейчас буду здесь где-то искать место чтобы стать набором вот эти дорога вам сюда надо мне кажется вам сюда точно надо как-нибудь приехать и потусоваться а как вы думаете глубоковажаемые любители летных видов спорта так но на этой оптимистичной ноте надо мне завязывать а то я сейчас как-нибудь тут и приземлюсь надо мне искать какой-нибудь поток получше поприличнее и выбираться ну то что выберусь я вы надеюсь не сомневаетесь поэтому на этой оптимистичной ноте я бы хотел надо возьму управление 150 по прямой выйди на ту сторону я потом прижмусь к скалам друзья простите за ролик без монтажа летаю каждый день летаем мы в районе 8 по 8 часов практически не остается времени на что материал мы складываем 54 так байтную накопительную штуку чтобы монтировать всю зиму всю осень прекрасно ролики а пока вот так из монтажа зато от души понимаете вот как вы видите как оно происходит на самом деле я не стал ни одного хода вперед что будет мы набрали высоту я посмотрел что возможно классно слетать вывод я для вас слетал так что как это эгегей до новых встреч пишите отзывы как вам нравится просто это самое мотивирующие что есть то что вам нравится люди как я уже говорил как-то водитель трактора без 160 написал слушайте я вот не понимаю зачем мне это смотри улыбаюсь так что улыбались друзья до новых встреч эгегей серёжа давай правее да направо вот так по границе заповедь вот таким курсом до проходи и выйдем на тот склон под облаками наберем нет сначала мы наберем так чтобы заповедники не нарушать да хорошо можно ты заслужил друзья как это пилотирует как бог на пятый день полетов уже гоняет вот по таким склонам очень полный рок-н-ролл поехали на правда уже за границы заповедника здесь можно